Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Табита и сегодня будем читать восьмую главу этой книги. Когда же окончили ужин в данном контексте этой книги? Ужин — это брачный пир. Вели к ней Товию, саму девушку Сару, мать Эдна уже ввела в эту комнату. Теперь, похоже, мужчины и архангела Рафаил вводят к ней в комнату Товия. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу. Обычно в курильницу здесь клали благовоние, чтобы усилить впечатление от первой брачной ночи. Но тут действия несколько иные. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу, и положил сердце и печень рыбы и курил. То есть запах, надо сказать, прямо такой резкий получается. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел. То есть Рафаил его там и связал. Мы видим, как стремительно перемещается этот бес, а как бы внешняя оболочка Рафаила, не покидая этого места, погнался за этим бесом и связал его в Египте. Далее рассказывается о брачной ночи и молитве Тови и Сары. То есть очень важно, когда такие люди молятся вместе перед брачной ночью. Когда они остались в комнате вдвоем, это такой всегда волнующий момент, Тови встал с постели и сказал, «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Тови говорить, «Благословен Ты, Божий, отцов наших, и благословено имя Твое святое и славные вовеки, да благословляют Тебя небеса и все творения Твои». Вот такая произносится очень красивая молитва. Здесь есть некая аллюзия, связанная с псалмами Давида. «Ты сотворил Адама и дал ему помощницы Еву», продолжается молитва Тови, «подпорой жену его». Действительно, сам Бог сказал, что плохо быть человеку одному, сотворим для него помощницу, соответственно, ему. «От них, то есть от Адама и Евы, произошел род человеческий. Ты сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я берусь ее, сестру мою, не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену, благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». И она сказала с ним «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь». Предположим, ваши дети вступают в брак и они не знают, как себя вести. Вы берете книгу Товия, открываете восьмую главу этой книги и предлагаете им прочитать с пятого стиха по восьмой. То есть они читают эту молитву, это библейская молитва, именно для молодых людей во время брачной ночи. И она сказала с ним «Аминь», то есть с мужем, теперь уже с мужем, и оба спокойно спали в эту ночь. «Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу». Вот это, конечно. Это такая дикая ситуация. Казалось бы, он уговаривал его. Но вот этот страх, что семь раз подряд убирают, похоже, что в каждом случае вот именно Рагуил брал на себя издержки за пухорное. «Между тем Рагуил, встав, пошел и выкопал могилу, говоря, не умер ли этот? И пришел Рагуил в дом свой и сказал Эдни жене своей, пошли одной из служанок, посмотрев, жив ли он, если нет, похороним его, и никто не будет знать». То есть он хочет, чтобы уже огласки не было, что и восьмой погиб. А почему он уверен, что не будет загласки? А потому что он пришел из другого города. «Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба они спят. И, выйдя, объявила им, что он жив, то есть жених жив. И благословил Рагуил Бога, говоря, благословен ты Божий, всяким благословением чистым и святым. Да благословляют тебя святые твои, все создания твои, все ангелы твои, все избранные твои. Да благословляют тебя вовеки. Благословен ты, что возвеселил меня и не случилось со мной так, как я думал, но сотворил с нами по великой твоей милости. Благословен ты, что помиловал двух единородных. Да верши, владыка, милость над ними, дай им окончить жизнь во здравии с весельем и милостью. И приказал рабам своим зарыть могилу. Это, конечно, было потрясение для Рагуила, но это и радость великая. И сделал для них брачный пир на 14 дней. То есть тот брачный пир, который был во время ужина, это такой частный пир. А здесь он уже безбоязненно собирает всех родственников, близких. И сказал ему Рагуил с клятвой, прежде исполнения дней брачного пира, не уходи. То есть Рагуил это говорит жениху, тави, доколе не исполнится эти 14 дней брачного пира. А тогда, взяв половину имения, благополучно отправляйся к отцу твоему. Остальное же получишь, когда умру я и жена моя. То есть половина денег уходит с ним. А после смерти Рагуила и Эдны он наследует им. Потому что он как сын становится. Как сын. И как наследник. А у этого Рагуила, похоже, других детей не было. И это такой как бы прецедент. Бегство демона в Египет это такой, можно сказать, символический язык, выражающий реальность Божьего заступления, освобождающего от козней злых духов. Потому что любое движение со стороны святой земли в Египет это нисхождение. Даже со стороны ассирийской земли, где они жили, это все равно люди как бы спускаются в Египет в каждой такой ситуации. Потому что Египет это как бы такое абсолютное средоточие зла. и то, что бес убежал именно в Египет, это и надежда, что и ассирийское царство прекратится, и вавилонское царство прекратится, а народ вернется к пределам своей земли, а под этими пределами понимается прежде всего Тора, закон Божий, и они будут жить по нему. Продолжение следует...